Всем привет, с вами Игорь и сегодня поговорим о перетоках с одного поля в другое солнечной электростанции. Кто не знает, вкратце первый раз зашел на мое видео. У меня два абсолютно одинаковых поля с одинаковым напряжением, абсолютно одинаковые поля. Одинаковое количество панелей, одинаковый бренд панелей, вот это по 14 штук на крыше, только одно поле смотрит у меня на юго-восток, а второе на юго-запад. И там у меня было парочку роликов, первая и вторая часть, когда я замерял перетоки, есть ли перетоки, хотел их уловить. Эксперимент такой сделал с двумя панелями одинаковыми, с разным направлением, есть ли перетоки при нагрузке. Тогда этих перетоков не было, но в определенных условиях, вот например, сейчас я расскажу каких, эти перетоки все-таки возможны. Кстати, кто первый раз зашел на мой канал на это видео, у меня там есть еще другая альтернатива, кроме солнечной электростанции, там солнечный коллектор, тепловой насос, ветряк, заходите, смотрите, я ссылки на плейлисты, все эти оставлю в описании. Вот, при каких же обстоятельствах возможны вот такие перетоки, вот я сейчас вот расскажу кратце, а потом мы пойдем посмотрим на видео, там я вставочку сделаю такую, я ее заснял недавно. Вот, там я показываю уже наглядно по ваттметрах, там уже точно видно, понятно, что они все-таки есть. Итак, первое условие, которое должно быть, чтобы вот с одного поля перетекала энергия в другое. Первое условие это напряжение в данный момент обоих полей должно отличаться. И отличаться должно, ну так, вольт на 5-10. Ну, примерно так оно и есть у меня по утрам. Вот, когда по утрам и вечерам, когда вот, например, на одно поле светит солнце, а на второе только скользит, то получается второе оно как бы холоднее, первое оно перегретое. Вот такая вот разница в напряжении получается, это без нагрузки, кстати, без нагрузки. Вот, то есть, если выключить автоматы, всю нагрузку, вот, то где-то наблюдается разница около 10 вольт. Вот такая может быть разница. Днем же этой разницы почти нет, потому что панели нагреты примерно одинаково, и примерно при одинаковом нагреве, то одинаковое напряжение получается. Ну, вот, есть такие случаи, когда одно поле холоднее, второе теплее, и такой вот получается дисбаланс, как бы, но это только без нагрузки. И если, вот, например, без нагрузки, сейчас это покажу я, включить, спараллелить эти два поля, второе, как бы, ну, не второе, а то поле, у которого меньше напряжение, оно воспринимается первым полем, как бы, у которого большее напряжение, как нагрузка воспринимается. То есть, оно напряжение стремится к уравнению, чтобы одинаковое, оно получается где-то среднее напряжение. То есть, на том поле, где меньше напряжение, оно немного поднимается, а на том, где больше напряжения, немного опускается. То есть, вот так вот, Вот примерно напряжение, да, при выключении с параллеливанием двух полей оно атака сразу становится, то есть там поднимается, там опускается. Но на том поле, где было большее напряжение холостого хода и там, где опустилось напряжение, это получается уже нагрузка. Вот это вот второе поле, там где меньше. И ваттметр показывает выработку электроэнергии, которая перетекает в это второе поле. Вот это мы тоже сейчас посмотрим по ваттметрах. То есть нагрузки нет, но выработка там, я уже не помню, там по-моему 100-150, 150, там где-то 100-150 ватт, 200, может быть 300 ватт. Сейчас посмотрим, я уже забыл там сколько переток, но он все-таки есть. Следующий, ну такой вот вариант, я там включаю нагрузку, показываю, небольшую, например, на бойлер у меня идет всего 300 ватт. Вот, я включаю вот эту вторую, просто включаю нагрузку, и получается там, где у меня было больше напряжения, ну, например, 240 вольт холостого хода, напряжение немного проседает, вот, ну там до определенного, там на несколько вольт, потому что нагрузка небольшая. Но оно не проседает до напряжения второго поля, там где перегретые панели, не достигает даже под нагрузкой. И если опять же включить второе поле, то получается еще добавляется нагрузка до вот этого вот, как бы, бойлера, то есть еще дополнительно. Ну, то есть, сейчас я все это покажу, наверное, будет понятнее по вот метрах, вот так вот, в теории, наверное, не очень понятно. Но это получается только в таких вот обстоятельствах, когда нет инвертора, когда спараллелены два поля, или до контроллера они спараллелены, или до инвертора спараллелены, или инвертор получается с одним МППТ, а вы их запараллелите, и это два поля. То есть, вы можете даже и не видеть этот переток, когда у вас не идет нагрузка, вот не пользуетесь вы, этот переток может быть. При включении большей нагрузки, этот эффект, он сразу пропадает, потому что большая нагрузка, даже если вы полностью отбираете от панели, например, МППТ инвертора, да, там оно максимально отбирает, ищет максимальную точку, оно просаживает напряжение довольно значительно, и эта просадка, она будет настолько значительная, что вот это вот уже плюс-минус 10 вольт между двумя полями, они уже не имеют значения, потому что у меня, например, максимальная мощность, примерно, если 240 холостой ход, вот, то максимальная мощность будет точка 200, 210, 220 вольт. Так что, в любом случае, никаких перетоков не будет, когда включена большая мощность, даже не максимальная мощность потребляется с полей, но довольно значительная. То есть, просаживается напряжение как на первом, так и на втором поле, и вот это вот уже разница в напряжении двух полей, она уже не имеет практически никакого значения. Вот, только вот в таких вот случаях, когда или нет нагрузки, и эти два поля спараллелены, поэтому я их сейчас просто отключаю. Ну, включаю одно поле или второе, мне этого достаточно для теперешних потреблений. Это уже с осени, то там уже, да, пойдет уже, нужно больше будет, то я их буду два спараллела. Сейчас у меня практически работает одно поле, вот, или когда маленькая нагрузочка такая, которая не может просадить напряжение до низкого напряжения второго поля, и вы их спараллелили, то тоже будет. Ну, сейчас я это покажу, короче, вот, сейчас идем смотреть. Итак, вот этот интересный эффект, сейчас посмотрим. Вот у меня на крыше поле, сейчас нагрузка на нем выключена, 235 вольт, холостой ход, вот его автомат, вот этот на крыше, он выключенный. Включенный автомат той, что на трекере, вот ваттметр от поля, что идет на трекере, и у нас сейчас 238 вольт, и почти 300 ватт выделяется на бойлере у меня мощность. Но напряжение под нагрузкой на этом поле больше, чем на этом. Заметьте, да, 235 вольт без нагрузки, 238 вольт с нагрузкой. А это потому, что сейчас на крыше светит солнце, ну, утро как раз прямо попадает, и панели перегретые, уже ветра нет. Вообще заметил, что на крыше намного сильнее нагреваются панели, это учитывайте, чем на трекере или на земле. Вот, и теперь, если я подключу нагрузку, ну, с параллелью вот эти два поля, вот смотрите, вот сейчас вот так вот, раз, включил. И у меня здесь сразу мощность повысилась до 430 ватт, видите? Хотя было только что 300, вот даже могу выключить, сейчас продемонстрирую. О, видите, 300 ватт. 300 ватт у меня идет на бойлер. Включаю поле на крыше. 427, 430, 430 ватт. Вот, 130 ватт, куда они идут? А они идут вот сюда, вот. Ну, что напряжение, как видите, выровнялось. Ну, два поля, естественно, запараллелились. 236. 236. 236, да? Ну, тут вот этот вот метр регистрирует сейчас 51 ватту. Это он как бы наоборот сейчас получается регистрирует, но это не точно. Вот, он должен регистрировать, если уже наоборот, то 130 ватт. 130 ватт лишних. То есть, мощность у меня ничего не добавилась, ничего не увеличилась. Но вот эти вот вольты, потому что вот здесь вот сейчас, видите, 236 вольт напряжения. Это сейчас подпихивает туда вот этот рекер. Если я его сейчас выключу, оно станет 234. Видите? 234. Сейчас я его включаю, это поле на крыше. И в нем поднялось до 236 вольт за счет вот этого поля. За счет вот этого поля. Вот такая вот ерунда получается, видите? Ну, это только когда маленькая нагрузка. Сейчас я, кстати, выключу вообще бойлер и посмотрим еще так. Так, выключил я бойлер. И у меня сейчас вот выключены автоматы оба. И крыша. И получается на крыше поле 234 вольты. Оно видно, видно. Вроде видно. 234 вольты. А здесь 242. О, видите? Практически на 10 вольт разница. Хотя поля абсолютно одинаковые. Абсолютно одинаковые. По мощности, по панелям, по всему. 242 вольты. 234 вольты. О. Если я сейчас включу мощность, ну, нагрузку. У меня нагрузки, в принципе, сейчас никакой нет. Вот. Ну, я их сейчас типа спараллеливаю. Вот. Одну включил, вторую. Что мы видим? Мы видим, что напряжение у нас выровнялось. 237. 237. Оно стало как бы среднее, наверное, что ли, как бы. Ну, типа того. Среднее. 237. Но мы видим, что вот это вот поле, которое было больше напряжения, вырабатывает 338 ватт. Куда оно их вырабатывает? Нагрузки сейчас нет. Я бойлер отключил полностью. А вырабатывает оно их сюда. Но тут регистрирует только 250. Ну, он как бы сейчас получается вообще этот ваттметр наоборот работает. Вот. Я не знаю, плохо ли это для панелей. Пишите в комментариях, кто понимает, в этом разбирается. Вот. Я так понимаю, что вот эта мощность идет на вот этот вот, на вот эту, на крышу. Ну, она там рассеивается в панелях, наверное, в виде нагрева. В виде нагрева рассеивается. Ну, такая мощность, конечно, 320-330 ватт для такой площади. Это ни о чем. Ну, тем не менее. Кстати, можно будет попробовать этот эффект использовать зимой для растапливания снега. А что? Я думаю, будет интересно посмотреть, что оно получится. Вот. Видите, что получается? То есть, поля без нагрузки идет вот такой вот переток мощности. Вот. Сейчас я выключу одно поле. Вот. Ну, нагрузки у меня нет. И вот на трекере поднялось напряжение до 242. Ну, то есть, я их как бы разорвал, эти два поля, разорвал связь. А тут 234. Ну, почти на 10 вольт разницы. Все, видите, все по нулях, ничего никуда не перетекает. Если я ее опять сейчас включаю, оно запараллеливается. Два поля. Опять напряжение 237. Вот, 237 вольт. Видите, усреднилось, так сказать, между этим и этим напряжением. И у нас вот так вот получилось вот эти 320 ватт с этого стрекера идут сейчас на крышу. Вот такая вот ерунда, товарищи. Тут уже 240 показывает, тут 320. Ну, вот как-то так. Все. Всем пока. До следующих видео. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Вот. И не вредно ли это для панелей. Вот. Ну, не знаю. Короче, пишите. Все, что думаете об этом. Все. Всем пока. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.